Мы сегодня утром встали, и вот два сообщения. Первое сообщение о теракте, второе сообщение детей, что все в порядке. Я даже не знаю, что у них это творится в головах таких людей. Ну, люди ли они, во-первых, не знаю. Нам отправили новости, я читаю, и такая. Мне кажется, это каждого за дело. А если бы в Лануде такое повторилось? Не дай бог. Я даже себе не представляю такого. Я сама работаю медиком, но это очень страшно. Мне страшно было жить в таком мире, где просто так приходят и убивают людей. Это ужас, что они могут находиться рядом с нами, около нас. Родственники есть, которые проживают в этом же районе. И как они сейчас? Ну, держатся, но боятся. По крайней мере, ночью они не спали. Тронуты до слез у меня, там дети в Москве. Вот эта вот бесчеловечность, которая проявляется по отношению друг к другу, это очень пугает. Я не знаю, мне кажется, чтобы как-то отвечать, надо быть на этом месте. У нас вот разговор с девочкой, коллегой произошел. Папа такой говорит, у вас тут вообще охранники стоят возле двери? Вот у тебя выход типа рядом. Там есть хоть кто-нибудь? Она такая, нет. Я думаю, у нас не произойдет такого. У нас люди все бдительные. У нас тоже много торговых центров и охранники сидят. Вы сами видите, какие охранники сидят. Там женщины, все пенсионеры. Я никогда, ну, я не задумывалась об этом. Просто не хочу. Готовым надо быть ко всему. Вот мое такое мнение. Тут вопрос, наверное, почему допустили такое? Думаете, почему? Наверное, службы у нас вовремя где-то не сработали. То есть есть чувство тревожности? Да, конечно. Какой-то опасности? Конечно. Никто не застрахован от этого. Нужно заранее продумывать, учить людей плану действий в таких ситуациях. Это спасет жизнь нереально.